Девушки отдыхают Девушки отдыхают Самое страшное, что произошло на этих выборах, то что на выборы пришло 37% избирателей Первой и самой главной предъявой была низкая явка, о которой закатывали глаза не только в московских студиях Самая низкая явка за всю историю проведения выборов в Украине Но и ручные гречкоеды в Орду Катастрофически низкая явка на выборах Реально любое должностное лицо, выборное на Украине, оно выбрано ничтожным меньшинством Явка ниже 40% действительно считается низкой Но вы только послушайте, какие многозначительные выводы пропагандисты сделали из низкой явки Большое количество граждан Украины находится за рубежом Они работают в Москве, они работают в Польше, они работают в Германии Все уехали на заработки, люди запуганы, не видят смысла ходить на выборы, а местным чиновникам никто не доверяет Люди не понимают, зачем идти, избирателей не так много на территории, он уехал на работу и там остался за рубежом Окей, мнение услышали Напомним лишь, что о запугивании, недоверии и оторванности власти от народа ребятки говорят при явке в 36% А сейчас начнется порнохаб Рекорд по самой низкой явке был установлен на прошедших выборах в городскую думу Нижнего Новгорода На выборы депутатов пришли лишь около 15% избирателей В областном центре подвели предварительные итоги голосования на выборы в Оренбургский городской совет Явка составила 18,76% Ой, ребятки, а у кого эта явка на таких же местных выборах по 20% была? То есть почти в два раза ниже рекордно низкой в Украине, а? Явка в целом по области составила чуть больше 20% А были же вообще красивые циферки Так, например, во Владивостоке в 17-м году проголосовало аж 12% избирателей Владивосток показал рекордно низкую явку на выборах Свои голоса отдали чуть больше 10% избирателей Ну а теперь, по аналогии с вашими умозаключениями по Украине, мы хотели бы уточнить Это получается у россиян совсем нет доверия к нынешней политической системе? Мы все правильно поняли? Можно списывать и на фактор пандемии У народа нет доверия к той политической системе и к тем условиям, которых ему предлагается осуществлять свой выбор Власть, получается, холопы не уважают На единую Россию Искандер клали? Или, может, из того же процветающего Владивостока все на Запад свалили? Как вы сейчас про Украину рассказываете? У нас заработка в Европе Кто профессионально в чем-то пытался заработать на Украине, все выезжают Это при том, что у нас явка 36% во время пандемии Когда многие не пошли, чтобы не толпиться на участках с сотнями людей Ну а вашим что помешало 4 года назад? На выборы пришли меньше половины зарегистрированных избирателей Это самая низкая явка в истории Российской Федерации Это называется накинули на вентилятор, а теперь не знают, где найти салфетку Причем это же не только с явкой так, а тупо во всем Зеленский продул местные выборы и, судя по опросам, легализовал канаплю Ой, Машка, совсем хохлы умом тронулись Возмущался у телевизора условный ура-патриот Ваня с бурбулятором в руках Каннабис они, значит, легализируют Уже три законопроекта по каннабису вносят Сразу три Опущаем Нуланд, в следующий раз пирожки прямо с дурью привозят Во время следующего Майдана на Украине Следующее будущее Нуланд будет уже пирожки с каннабисом раздавать А ты, Машка, чтоб завтра шоколадку купила А то фольга в мокром, ну вообще не к черту Выдыхай, выдыхай, бобер Короче, друзья, в останкинских студиях и домах ура-патриотов Случился страшный пожар Причем доходило до полного безумия Мол, ага, сначала каннабис укралегализируют, а потом что? Гомосексуализм в школах? Неизбежно! На Украине легализуют марихуану Легализуют проституцию Легализуют гомосексуализм в смысле навязывания его в школах и детям И реально, вот разве что кровь из ушей от таких шедевров не течет Вот кто-то из вас может увидеть связь между медицинским каннабисом и гомосексуализмом? И как вы себе представляете уроки гомосексуализма в школе? Начнут курить марихуану, начнут легализовывать всех этих заднеприводных И мы ведь не просто от нечего делать эти вопросы кремлевским балаболам задаем Ребятки-то, как дважды два должны это знать? Подсказать почему? А очень просто Пока в Украине только опросы проводят Медицинский каннабис в России давно легализирован Владимир Путин подписал закон, который разрешил выращивание в стране наркосодержащих растений в медицинских целях И вот теперь правительство своим постановлением еще более конкретизировало это разрешение То есть они истерят и закатывают глаза от того Последствия необратимы и Украина превратится в наркотический хаб Что в их стране давно проголосовано Государственной Думой Теперь же выращивать мак и коноплю в России можно Но не в кулинарных, а именно в медицинских целях Вот как к этому относиться? Не иначе, как уроки гомосексуализма конкретно в редакциях у Соловьева и Скобеевой провели Хотя лучше бы на уроки логики потратились Ведь с одной стороны ребятки рассказывают о массовых фальсификациях На Украине тем временем подводят итоги местных выборов Они запомнятся и фальсификациями Голоса 10,5 миллионов украинцев частично сфальсифицированы Диктатуре и запугивания Конечно не заметили вот этих избиений Нападение на митинги, избиение оппозиционеров А с другой стороны поражение партии власти Кандидаты от «Слуги народа» почти везде потерпели поражение И очень хочется уточнить Это так фальсифицировали, что проиграли, да? Странно звучит, правда? Ну вот у вас же, когда за единую Россию бюллетени пачками вбрасывают Таких метаморфоз не случается? Как, кстати, еще в одной стране на букву «Б» Вот там, конечно, и выборы честные, и диктатуры нет Только начальство всегда остается прежним Заявление ОБСЕ, да, насчет того, что нормальные выборы, хорошие А вот в Украине, где якобы фашизм, каратели И за голоса против власти распинают в трусиках Каждые пять лет новый президент А партия власти может не лидировать на местных выборах Выборы местных депутатов и мэров показали падение рейтинга партии власти Как же так, ребятки? Срочно свистайте всех живых в кукаречную И выдумайте хотя бы что-то убедительное для холопов Не иначе на сегодняшний момент с визгами об Украине вы смотритесь максимально жалко Выборы – это всего лишь ширма От демократии в Украине не осталось ничего Это у вас есть царь и смотрящие бояре в регионах А у нас, ну типа при фашизме, есть левое, правое, за Евросоюз, за Таможенный Союз И они не просто могут участвовать в выборах, а и лидировать в целых регионах Почти везде соперниками действующих глав станут кандидаты Либо от Евросолидарности Петра Порошенко, либо от оппозиционной платформы «За жизнь» Представить себе нечто подобное в России, Беларуси Или убогой Дырляндии с двумя партиями и луком на участках Просто нереально, выбора там нет Любая проукраинская партия World Law легко бы зашла в местные советы Но их бы дальше подвала никуда бы не допустили А у нас все имеют равные права быть избранными И в этом разница между нами и русским миром В Украине, как показывают результаты, решают простые люди А там руководство из Кремля Ведь выборы – это не удел холопов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова